Здравствуйте! В студии Елена Гончарова, в эфире «Панорама Севера». Ремонт дорожных магистралей среди приоритетов работы городских властей. Денег на эти цели в этом году немного. Городской бюджет скудный. Областная власть отказалась помогать, потому муниципалитет исходит из имеющихся возможностей. Улицы Кировская и Мостовая связывают Северный округ и Архангельский, потому они стоят в числе первых на ремонт этим летом. Последний раз эти дороги капитально ремонтировались в 2006 году по городской программе ремонта дорог. С тех пор большегрузный транспорт с лесом привел дороги в негодность, а принять участие в их постановлении лесники отказались. Этой весной специалисты провели ямочный ремонт, а теперь закрепляют результат текущим. Здесь значит фрезерование до старого дорожного покрытия и укладка сыпного двух слоев. Ремонт производится картами, то есть участками порядка от 500 до 1000 квадратных метров по наиболее разбитой участке улиц Мостовой и улицы Кировская. Всего будет приведено в порядок почти 3000 квадратных метров дорожного полотна. За счет средств дорожного фонда еще более 5000. Как доложили мэру Виктору Павленко, который приехал на место работ, компания «Аксум» ведет дорожный ремонт еще на нескольких участках. То есть у нас еще участок Получейского и участок Смольного Буяна. Это понятно. А здесь вот такими картами только. Ну все закройте картами. Вот мы планируем. Сейчас у нас есть дорожный фонд, областной бюджет. Мы планируем заключить второй контракт, чтобы уже выполнить вот эти уже дорожные карты, которые будут смотрены на 3-4 миллиона. Еще придется еще раз тут же работать. Еще придется. Потому что деньги городской бюджет, а тут областной бюджет. Ну вот с экономленными средствами. И мы планируем СБК сделать, ССБК сделать. Вот как бы у нас уже запланированы. В принципе, в целом получится она практически сплошняком, да? Да. Этим летом обновят улицы Гагарина, Шабалина, а также площадь профсоюзов и еще 10 транспортных артерий Архангельска. Финансирование дорог в областном центре весьма скудное. Создан региональный дорожный фонд. Однако, как считает мэр Виктор Павленко, методика распределения средств этого фонда несправедливая. В Архангельске живет треть населения региона и сосредоточено более 100 единиц автотранспорта. А это колоссальная нагрузка на дороги города. А из дорожного фонда в 4,5 миллиарда рублей город получает в десятки раз меньше. Конечно, 76 миллионов рублей, это, конечно, дорожный фонд. Мы много раз говорили, что это крайне мало для города Архангельска. Когда город Архангельска дает в дорожный фонд порядка полутора миллиардов рублей, конечно, это очень мало. К тому же, областная программа развития Архангельска как административного центра области по решению региональных депутатов была приостановлена. А там на ремонт дорог было заложено 680 миллионов рублей. То, что программу поддержки города как областного центра прекращена она, это, конечно, подорвало очень ремонты в городе Архангельске. Я надеюсь, что депутаты областного собрания в следующий год все-таки откроют эту программу. Конечно, будет значительное подспорье и дороги надо ремонтировать. Однако, как сообщил городоначальник, в рамках федеральной программы развития туризма Архангельск получит на дороге почти полмиллиарда рублей. Основанием для включения столицы Поморья в программу стало наличие в городе частных инвестиционных проектов. Мы всяческим способом участвуем в других программах, скажем, программа туристической программе федеральной, по которой до 2018 года город Архангельск получит вместе с участием бизнеса, получит порядка 6 миллиардов рублей. Из них мы отремонтируем набережную Володарского до площади профсоюзов, часть дороги на Талаги, закончим дорогу до Селикатчиков. В данном случае спасибо областному агентству по туризму, которое предложило поучаствовать, и мы выполнили те условия. И вот самое интересное, что условия по бизнесу, и одно из условий, это было наличие торговых центров, вы понимаете, то есть достаточно часто нас критикуют в этом плане, вот там в городе строится много торговых центров, но их не так и много. Два из них поучаствовала, бизнес поучаствовал, это являлось условием того, что мы получим деньги на дороге, так это же очень здорово. Поэтому мы на правильном пути в части строительства жилья, в части сохранения исторического облика города, и в частности в строительстве, конечно, тех же торговых центров, хотя они по статусу совершенно другие. Это центры культурно-развлекательные, собственно, торгово-культурно-развлекательные комплексы с кинотеатрами, детскими парками, детскими игровыми комнатами. А вот один из торговых центров, там будет и каток размера 26 на 56 метров. Поэтому я думаю, что мы в комплексе все достаточно правильно делаем, и поучаствуем в программе, это будет очень значительное спадспорье для города Архангельска. В 2015 и 2016 годах по программе планируется капитально отремонтировать Ленинградский проспект от окружного шоссе, улицы Белогорской и улицы Силикатчиков, затем построить новый участок набережной от улицы Поморская до площади профсоюзов. Кроме того, в 2017 году будет капитально отремонтирована автомобильная дорога до аэропорта Талаги. Если распределение средств Дорожного фонда станет более справедливым по отношению к Архангельску, начнут снова поступать средства по программе развития города как областного центра, это изменит облик Архангельска и добавит ему столичных штрихов. Нужна лишь добрая воля областного правительства и политическая дальновидность областных депутатов, особенно тех, кого на недавних выборах избрали архангелогородцы. Архангельску столичный облик и обустроенная повседневность – хороший лозунг дня для тех, кто хочет помочь любимому городу. Артемий Заварзин, Алексей Шаршов, Олег Ширяев, Панорама Севера. Пенсионеры смогут переезжать с Крайнего Севера за счет государства. Федеральный бюджет будет компенсировать неработающим жителям регионы расходы, связанные с переездом в другие края. Денежную компенсацию получат и члены семьи пенсионеров, которые находятся на иждивении. Новые изменения были внесены в законодательство и утверждены Советом Федерации. Комментируя эти поправки, сенатор от Архангельской области Людмила Кононова отметила, что право пенсионеров-северян на компенсацию трат в связи с переездом декларировалось и ранее. Но не был определен источник финансирования этих расходов. Теперь этот правовой пробел устранен. Федеральный бюджет будет предоставлять специальные трансферты пенсионному фонду. Одному из символов по морю, крупнейшему в России музею деревянного зодчества «Малой Карелы», сегодня исполняется 50 лет. За полвека музей стал местом приобщения к быту и укладу северных деревень. «Малой Карелы» в цифрах – это более 120 строений. Наиболее древние из них относятся к XVI веку. «Малой Карелы» за 50 лет сами стали памятником архитектуры. Сегодня в Марфином доме открылись праздничные торжества, посвященные золотому юбилею комплекса. Вот так душевно народными песнями да тёплым караваем встречают в Марфином доме тех, чья судьба неразрывно связана с музеем деревянного зодчества «Малые Карелы». Среди них и кандидат архитектурных наук Ольга Сиван. В 1974 году она начала разрабатывать генеральный план и проект реставрации музея. В шестом-седьмом году мы сделали новую программу развития, новый генплан музея, где уже на 140 гектар, где предлагалась туристическая деревня, которую необходимо сделать для того, чтобы музей развивался. Это не обязательно, чтобы на территории той, которая сегодня существует как памятник. Я его, так сказать, обвела красной чертой, сказала, вот на свободной территории нужно делать туристический комплекс. Он будет так же, как в Шушенском сегодня, есть такая новая деревня. Можно построить туристическую такую рыбацкую поселение, чтобы люди могли там тоже пребывать. Музей должен быть живым. В 68-м году в «Малых Карелах» появился первый памятник. Ветерная мельница «Шатровка» 1744 года постройки из деревни Бор Холмогорского района. Сегодня, спустя полвека, на территории музея раскинулись 120 архитектурных сооружений. Церкви, колокольни, часовни – все типы северорусского жилья. Главная задача – сохранить самобытную культуру северных народов. Мы вот только за последние три недели запустили два новых праздника – летний солнцеворот и Синокос Петров день. В первую очередь мы сейчас ориентируемся на привлечение детей, чтобы их воспитать в духе наших традиций, не европейских псевдоценностей, а именно нашей русской северной традиции, чтобы вот это будущее подрастающее поколение, оно понимало, что они русские, что у них есть мощный культурный базис, что вот эта наша культура – это основополагающая сила нашего движения вперед. В 1996 году указом президента Российской Федерации музей включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Из федерального бюджета было выделено 2,5 миллиона рублей для реставрации памятников деревянного зодчества. В рамках реализации указа президента финансовый вопрос – это самое простое, то, что мы можем сделать тогда, когда речь идет о таких сложных материях, как культура, социальная политика, образование. Это, как выяснилось, насытить деньгами можно. И тем более, что сейчас и возможности государства, регионы это позволяют. Но осознать, что такое сегодня культура, местная роль в этой культуре, такого образования, как музей Малая Карелая, это гораздо сложнее. И мне кажется, то, что сегодня мы говорим в Год культуры об основах государственной культурной политики, то, что мы говорим о культуре как в неком глубоком смысле вообще национального самосознания, это вот гораздо важнее. И Малая Карелая – это ведь тоже основа национальной самобытности русского севера. Сегодня музей-заповедник деревянного зодчества Малые Карелы – это не только своеобразный бренд Архангельска, это историческое сердце русского севера, которое будет биться, пока жива память о наших корнях. Мария Воробьева, Алексей Шаршов. Панорама Севера. Традиционно в самый теплый летний месяц во всех округах города распахнули двери летние читальные залы. Проекту «Читальный зал под открытым небом» в этом году исполнилось 7 лет. Присоединиться к увлекательному чтению и играм может любой желающий. Как относятся к такому проекту Архангела Городцы и какие книги хотели бы увидеть на полках летних читальных залов, об этом узнаем из нашего опроса. Ну так, конечно, это очень интересная идея. Показать людям, что вот есть такое дело, что ты можешь прийти поинтересоваться, потом глядишь и в библиотеки пойдут. Ну вообще я отношусь, конечно, очень положительно к тому, что сейчас летом это надо, чтобы, конечно, как можно больше книг продавалось, потому что у нас сейчас такое время, что мало совсем духовной пищи, люди немножечко не туда ушли, поэтому чем больше книг, и умных книг, именно по духовной литературе, конечно, ну и в целом по нашей жизни исторические книги. Мне кажется, заинтересовать бы могли фантастика. Кажется, люди читают с удовольствием фантастику. А насчет открытого, под открытым небом, это здорово на самом деле. Мне кажется, тоже будут люди идти. Это интересно, это что-то новое. Мне кажется, это сработает. Я, конечно, отношусь положительно к библиотекам, открытым, чтобы люди проходили и видели, что есть такие книги. Я очень люблю классику, люблю психологию. Есть книги, которых действительно нет на полках. Продолжит выпуск новостной дайджест. Коротко о главном. Из Архангельска на уборку Арктики отправляется вторая группа бойцов сводного студенческого отряда северо-западного федерального округа Гандвик. Отряд будет работать на островах архипелага Земля Франца Иосифа. Бойцы отряда будут пополнять работы по устранению экологического ущерба от прежней хозяйственной деятельности. В Архангельской области продолжаются работы по исполнению постановления Госдумы об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации. В связи с этим сотни осужденных освобождены по амнистии в нашем регионе. В Архангельской области амнистия применена в отношении 762 человек, в том числе 183 несовершеннолетних. 21 июля к причала морского речного вокзала Архангельска прибывает круизная сонна «Айланд Скай». Это уже третий лайнер, который заходит в регион в этом году. В рамках круизного маршрута тайны далекого севера по море посетят более 100 туристов. В Архангельске гости ожидают ознакомительная поездка по городу и окрестностям, концертная программа с участием ансамбля «Северной народной песни» «Церемоночка», посещение музея изобразительных искусств и малых карел. В Поморье объявлен эко-конкурс в поддержку акции «Аллея России». Чтобы стать участником творческого состязания, необходимо нарисовать сосну, ель, березу, можжевельник или бруснику. Можно изобразить их вместе, можно поодиночке. Дело в том, что именно эти растения участвуют в акции «Аллея России». Напомню, ее суть заключается в выборе зеленых символов страны, которые будут высажены осенью в Парке Победы Севастополя. Его планируют превратить в уникальный природный сад, представляющий все климатические пояса России. Голосовать за растения можно на сайте акции «Аллея России» до конца августа. Но у северян есть возможность не только голосовать, но и делом поддержать своих претендентов. Специальный художественный конкурс завершится через месяц. Свои работы можно присылать по адресу, который указан на ваших экранах. Предварительно рекомендую уточнить нюансы участия по телефону в Архангельске 20 89 69 или 21 41 62. Победителей ждут дипломы и подарки. В нашем регионе, хотя ночи и белые, все-таки это не время для детских прогулок. Это правило уже давно действует во многих городах и районах нашей страны, в том числе и в Новодвинске. Лето – самое долгожданное и любимое время года, особенно у подрастающего поколения. Школьная пора позади, впереди целых три месяца активного и беззаботного отдыха. Как правило, в хорошую погоду дети готовы целые сутки проводить на улице. Тем более, в период белых ночей трудно контролировать время. Но не стоит забывать, что детское время пребывания на улице имеет ограничения. В 22.00 по закону о комендантском часе все дети должны находиться дома. В целях недопущения совершения как несовершеннолетними преступлений и правонарушений в ночное время, так и преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, такое тоже может случиться, да. Недопустимо нахождение подростков в возрасте до 16 лет в ночное время на улице, без сопровождения законных представителей. Если подросток находится в ночное время без законных представителей, на улице, где-то в баре, на дискотеке, выявлен сотрудниками полиции, или нам поступило об этом сообщение, то в отношении законных представителей составляется административный протокол по части 1 статьи 5.35 кодекса административных правонарушений. Материалы по данному вопросу направляются на рассмотрение на комиссию по делам несовершеннолетних. Наказание по данной статье у нас предусматривает либо предупреждение, либо штраф от 100 до 500 рублей. Работа по выявлению и пресечению несовершеннолетних в ночное время ведется сотрудниками ОМВД России Приморский постоянно. В данном направлении задействованы и патрульно-постовая служба, и ГИБДД, и представители отделения по делам несовершеннолетних. В течение года полицейские проводят всевозможные рейды, профилактические мероприятия. В Котласе появилось «Доброе такси». Это совместный проект Котласского отделения общества инвалидов и руководителей трех фирм такси. Рассчитан он исключительно на людей с ограниченными возможностями. В Котлас из поселка Вычигодский Тамара Николаевна Стрекаловская приехала на такси. Путешествие недешевое, стоит более 200 рублей. Но пенсионерка не заплатила ни копейки, поскольку она одна из участниц проекта «Доброе такси». Его услугами пользуются члены Котласской организации Всероссийского общества инвалидов и общества слепых. 200 рублей или же бесплатно, как Вы считаете. И тем более проехать при сервисном обслуживании, это даже как-то приятный человек сам по себе. И шоферам приятно, я чувствую. «Доброе такси» появилось в Котласе три месяца назад. Проект по перевозке людей с ограниченными возможностями на безвозмездной основе родился по инициативе председателя Котласской организации Всероссийского общества инвалидов Алексея Бабошина. Его идею поддержали городские власти и, что важно, владельцы такси. «Собирались при главе администрации. Круглые столы были в марте и в апреле. Согласилась три фирмы такси. Триумф, Димон и Альфа». Для фирм «Такси» этот проект полностью благотворительный. Они берут на себя все расходы. Месячный бюджет на перевозку инвалидов в компании «Альфа» – 4000 рублей, в «Димоне» – 8000, в «Триумфе» – 10. В последней фирме водителю компенсируют затраты на поездку в счет абонентской платы. В двух других в конце рабочего дня возвращают деньги. Кстати, водители не только перевозят инвалидов. Они помогают им зайти и выйти из машины, поднести багаж. «Ну, где-то уже, наверное, где-то 20 лет уже». Сегодня «Добрым такси» пользуются в основном инвалиды первой и второй групп. Это и колясочники, и люди с серьезными нарушениями опорно-двигательной системы, и дети, имеющие множественные физические ограничения. Все они остро нуждаются в передвижениях по городу, чтобы решать свои ежедневные проблемы, пусть это поход в больницу или магазин. В рамках проекта каждый участник может рассчитывать всего на две бесплатные поездки в месяц, но и это приличная финансовая поддержка. Пока услуги «Доброго такси» доступны для ста жителей Котласа и Учигодского, а потребностей в нем, как минимум, втрое больше. Потому участников проекта будут чередовать. Рассчитан он до конца года. Финал спартакиады молодежи России по пулевой стрельбе среди спортсменов в возрасте от 21 года до 27 лет завершился в поселке Мирный. Соревнование принимала Республика Татарстан. Заслуженный мастер спорта из Новодвинска Леонид Якимов в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров завоевал серебро. У него в активе 27 попаданий, на два больше у победителя соревнований. Им стал мастер спорта международного класса из Республики Адыгея Александр Олифиренко. А сегодня, в заключительный день соревнований, Леонид Якимов был точнее соперников и одержал победу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 18 июля доллар США 34 рубля 80 копеек. Евро 47 рублей 7 копеек. Это была информационная программа «Панорама Севера». В студии работала Елена Гончарова. Желаю вам всего самого доброго и до встречи. В Вельске 18 июля ожидается ясная погода. Температура воздуха 17-22 градуса тепла. В Мирном без осадков от 18 до 22 выше нуля. В Котласе плюс 17-21 градус. В Новодвинске 18 июля осадков не ожидается. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Архангельске в пятницу 18 июля ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, днем до 23 выше нуля. Атмосферное давление будет падать.